МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 31 января 2018 года. Жители большей части планеты наблюдают редкое астрономическое явление. Одновременно голубую луну, кровавую луну и суперлуния. Голубой луна называется, если полнолуние выпадает дважды за один календарный месяц. Суперлуния возникает, когда луна подходит максимально близко к Земле, и диск на небе кажется огромным. И, наконец, луна становится кроваво-красной во время полного затмения при определенном сочетании положения светил. С точки зрения астрологов, каждое из этих явлений может оказаться предвестником катастрофы. А все вместе они могут свидетельствовать только об одном – скором начале глобального конфликта, который уничтожит Землю. Незадолго до этого знаменитый американский проповедник Пол Бегли обратился к пастве с пламенной речью. Покайтесь, ибо наступают последние дни. Вау! Что происходит? Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь! Наступают последние дни. Бегли считает, что скоро начнется ядерная война между Америкой и Россией. Москва применит оружие невиданной ранней мощи, так называемую торпеду судного дня. Комментарии на предсказания Бегли были в основном иронические. Дело в том, что пастор сообщает об апокалипсисе, который якобы наступит совсем скоро, уже на протяжении 8 лет. Однако последовавшие за редким астрономическим явлением события доказали, что, возможно, Бегли не так уж и ошибался. Сегодня в программе. Где начнется Третья мировая и кто в ней заинтересован? Мидер Северной Кореи переиграл многих. Планету заполонили существа, которым суждено пережить ядерную войну. Кто же это? Где твой кишечник? Где твое сердечко? Где твои органы? Все высохло. Страсти небесные. Что делать, если вы увидели крест в небесах? Таким способом Вселенная нам дает, можно сказать, волшебный пендаль. И апокалиптическое пророчество. Что произошло в Ленинграде перед блокадой? И почему власти об этом молчали? Их было огромное количество, и это что-то было наподобие какой-то египетской казни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА США 2 февраля 2018 года. В Вашингтоне представили новую ядерную доктрину, в которой обозначены главные угрозы. Среди них предсказуемо КНДР и Иран. И что удивительно, Китай и Россия. Согласно этому документу, США, прикрываясь защитой союзников, могут начинать боевые действия по всему миру. По мнению аналитиков, Дональд Трамп своим решением поставил мир на грань ядерного апокалипсиса. Пророчества о близком конце света мы слышим постоянно. Однако на этот раз, считают исследователи, опасность глобальной катастрофы очень велика. На это есть конкретные указания, как геополитические, так и мистические. Египет. Декабрь 2013 года. В стране фараонов происходит что-то невероятное. Впервые за 122 года там выпал снег. Удивление написано, кажется, даже на лицах сфинксов. Для местных жителей это катастрофа. Повсеместно отмечаются обморожения. Тем временем эзотерики во всем мире бьют тревогу. Столь редкое событие в колыбели человеческой цивилизации может являться знаменем грядущей мировой катастрофы. По одной из гипотез, снег в Египте предвещал вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014-м. По другой, это предвестник более серьезного, глобального противостояния, которое нас еще ждет. Тем более, что странные природные явления происходят в мире все чаще и чаще. Стали появляться в ряде стран, в которых никогда этого не было. Ну, кроме того, что снег там где-то выпадает, стали появляться торнадо. Вот буквально на днях было сообщение, что в Германии наблюдали самая настоящая торнадо, которую разнесло поселок, через который оно прошло. Историки отмечают четкую взаимосвязь между редкими природными явлениями и серьезными катастрофами. Например, если в какой-то год хорошо уродились яблоки, грибы, огурцы или злаки, скоро начнется большая война. Почему так происходит, ученые не знают. Однако на протяжении истории человечества эта зловещая закономерность редко давала сбои. Например, накануне Второй мировой войны был отмечен высокий урожай пшеницы и ржи. Причем этот высокий урожай был в 40-м году, и он прогнозировался очень высоким в 41-м. И когда фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года, поля в это время стояли уже, уже было видно, что нива, пшеница была уже активно спела. Перед масштабными конфликтами меняется и поведение животных. Такие случаи, например, отмечали в Ленинграде незадолго до начала войны. Непостижимым образом среди стрижей начались массовые самоубийства. Весной 1941 года ученые отметили массовую гибель стрижей в Ленинградской области, когда целые поля были усеяны трупами стрижей. То есть их было огромное количество, и это что-то было наподобие какой-то египетской казни, когда все птицы были умершлены непонятным образом. Ленинградские власти пытались объяснить птичий мор нехваткой корма. Однако жители города этому не верили. Потом ученые выяснили, что пищи для птиц тогда было более чем достаточно. Загадочную гибель птиц и животных фиксировали и перед Первой мировой войной. В 1913 году наблюдался падеж лошадей, крупного рогатого скота и овец от сибирской язвы. Причем погибло в этот год более двух миллионов овец, около полутора миллионов крупного рогатого скота и около 800 тысяч лошадей. Люди не успевали закапывать трупы животных, о сжигании тогда ничего не знали, и их просто сбрасывали в реки. Если одни животные перед войной гибнут, другие, наоборот, активно плодятся. Что примечательно, речь идет о созданиях, которых люди испокон веков причисляли к нечистой силе. Так перед обеими мировыми войнами отмечали заметный рост популяции змей и ворон. А перед фашистской оккупацией некоторые европейские города, например, Париж, заполонили невесть, откуда взявшиеся черные кошки. Во второй половине 20 века о подобных происшествиях не было слышно. Но в нынешнем столетии в мире животных опять стало происходить что-то странное. Это заголовки новостей. В Челябинской области озверевшие вороны атакуют детские сады. В прикамье стаи волков держат в осаде целые поселки. И даже вороны атаковали Ельцин-центр. И таких сообщений сотни. Кажется, что на грядущую катастрофу так или иначе реагируют и люди. Распространено мнение, что перед войной рождается больше мальчиков. Но так ли это на самом деле? Сегодня программа «Тайный Чапман» выяснит правду. Мы встретились с Татьяной Фроловой из Владимира, одним из самых опытных акушеров-гинекологов в России, а, возможно, и в мире. Татьяне Григорьевне уже 93 года. Она практикует с 1947 года по сей день. Вот этой дорогой она ходит в клинику уже несколько десятилетий. За свой 70-летний стаж она многое повидала. Рожала. Мама лежала, рожала. И дочка ее. Можете себе представить? С первых дней вот такой был у меня необыкновенный случай. Это кричит мама в родах, это кричит доченька. В общем, такой интересный случай. Я дежурила, и они оберожали. И чуть не одновременно. В довоенное время Татьяна Фролова не практиковала. В 41-м только заканчивала 10-й класс. Однако от своих учителей ни разу не слышала о том, что перед войной мальчиков рождалось больше, чем девочек. Рождается много мальчиков, значит, жди войны. На самом деле это миф, уверены российские ученые. Статистика показывает, больше всего младенцев мужского пола рождается в первый год начавшихся военных действий. Изучением этого вопроса специально никто не занимался. Однако, по словам акушера-ветерана Татьяны Фроловой, после войны и без специальной статистики, что называется на глаз, было понятно. Мальчиков рождается заметно больше. Так случалось, что в палате действительно лежит несколько рожениц, и большинство их имеет мальчиков. Это было и, да, неоднократно. Но вот действительно, я сейчас думаю, что же мы такую статистику не вели. Хотя мы паспудно все время слышали этот разговор. В конце 40-х акушерке некогда было задумываться, с чем связан этот загадочный факт. Тяжелая работа не оставляла времени для пространных размышлений. Мы даже не знали, что на Земле существуют реаниматологи и анестезиологи. Вот давала наркоз медсестра. Можете себе представить? Сейчас же, с высоты прожитых лет, врач уверена, у этого феномена только одно – мистическое объяснение. Вероятно, таким образом природа сама восполняет потери погибших на войне мужчин. Защитная какая-то реакция произошла. Защитная реакция есть в природе. Иногда так это трудно поверить в это, но, наверное, какая-то есть сверхъестественная такая, что вот уравновешивает. Потеряли мужчин, понимаете, в войне. Значит, надо как-то восполнить. Надо как-то восполнить. У современных исследователей есть много версий этого уникального явления. Например, что на пол младенца каким-то образом влияют стрессовые ситуации. Или что в трудные времена женщины рожают в более юном возрасте. Во время войны у них нет, скажем, таких семейных каких-то останавливающих моментов. Ну, там, будь что будет, неизвестно, что будет завтра. А с учетом того, что молодые, речь идет о молодых женщинах, которые вот вступают в половую жизнь, с учетом того, что молодые женщины чаще рожают мальчиков, чем девочек, может быть, и это накладывает свой отпечаток. Почему мальчики активно рождаются после войны? На этот счет существует множество гипотез. Ведь если бы природа каким-то образом компенсировала потери заранее, это означало бы, что в нашем мире все предопределено. И предстоящих катастроф не избежать. Однако на самом деле специалисты считают, все обстоит по-другому. Посылая предупреждения, планета Земля дает нам понять, в будущем может произойти нечто страшное. Однако это еще можно исправить. Вселенная как бы доказывает, остановитесь, задумайтесь, перестаньте поддаваться, как вот тараканы. Там, вы пустили в нужную лунку, он бежит, 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 не задумываясь, куда он бежит. Таким способом Вселенная нам дает, можно сказать, волшебный пендель. Высшие силы могут предупредить нас о грядущей катастрофе не только с помощью необычных климатических явлений, странного поведения животных или небывалых урожаев. Существуют и другие знамения, которые, по словам специалистов, сбываются чаще, чем прогнозы погоды. И все они говорят о возможной катастрофе в самом ближайшем будущем. Смотрите далее. Знак из дальнего космоса. О чем говорит падение Челябинского метеорита? Челябинский метеорит, он упал 15 февраля 2013 года. Опять, роковое число 5. Ванга знала все. Что говорила ясновидящая о Третьей мировой войне? Она закричала, вы что, о чем вы говорите? Сирия еще не пала. И ястребы атакуют. В Белом доме обсуждают планы новой мировой войны. Америка должна просто продемонстрировать свою силу. Из покон веков люди получали знамения предстоящих катастроф не только на Земле, но и в небе. Так необычные астрономические явления были зафиксированы перед Отечественной войной 1812 года. В небе появилась звезда, которая выделялась на фоне всех других звезд. Она очень мерцала ярко и была сама чрезвычайно яркая. Горела она на небосклоне всю ночь, а потом к утру исчезала. В некоторых районах даже отмечались Россия. В более южных районах отмечались случаи северного сияния, что вообще по климатическим нашим параметрам нонсенс. Перед самым началом Второй мировой войны на территории СССР были зафиксированы три кометы с большими хвостами. Начиная со Средневековья, они считались предвестниками несчастий. Кроме того, необычное небесное явление было зафиксировано в Ленинграде буквально за несколько дней до блокады. Жители Ленинграда видели над площадью Островского яркий крест на небе. Причем он был более суток, неподвижно. Советская партия, хронистическая партия пыталась в Ленинграде объяснить это явление, как сочетание облаков в верхних стаях атмосферы и преломление света от Солнца. Но крест был достаточно четкий, он стоял неподвижно и не выглядело так, как будто это было просто скопление облаков. Исследователи считают, верным знаком грядущей катастрофы являются падения метеоритов. Их отмечали и перед Великой Отечественной, и перед Первой мировой войнами. Падение метеорита к войне. Считается, что знаменем Первой мировой стал Тунгусский метеорит. Многие исследователи полагают, что о приближении нового глобального конфликта свидетельствует падение небесного камня в Челябинске. Первая мировая война началась только через шесть лет после падения Тунгусского метеорита. Однако, по мнению эзотериков, перед глобальными войнами природа начинает подавать знаки за пять-десять лет. Очень важно, в какой день они случились. И если посмотреть на дни падения Тунгусского и Челябинского метеоритов, можно обнаружить много общего. Тунгусский метеорит упал 30 июня 1908 года. Если, опять же, использовать таронумерологию, там на арену выходит число 5. Напоминает о том, что люди, задумайтесь, остановитесь. Если брать сейчас Челябинский метеорит, он упал 15 февраля 2013 года. Опять роковое число 5. В последние годы специалисты наблюдают множество небесных знамений. Только теперь это касается не какой-то конкретной страны, а всего мира. Появились сообщения, что в странах, в ряде стран Европы, также было замечено северное сияние. Ну, например, в Германии, в Голландии, в Англии иногда бывало, но сейчас все чаще и чаще отмечается северное сияние. Особую тревогу у специалистов-эзотериков вызывает лето 2018 года, когда друг за другом случается несколько затмений. Специально для программы «Тайный Чапман» нумеролог и таролог Таша Ункель произведет свои расклады и расчеты, чтобы рассказать, стоит ли этим летом ждать большой войны. Итак, первым в череде затмений станет солнечное. Оно случится 13 июля. Идет период перезагрузки. На решающий, так сказать, Олимп выходят вопросы, кто прав, кто виноват. Тут, опять же, важно не раскачивать чашу. Если перевесит «Тай» или «Другая страна», сами понимаете, может быть, все, что угодно. Следующее затмение на этот раз «Лунная» будет 27 июля. По словам эзотерика, в этот день произойдет большой выброс негативной энергии. Многие люди, в том числе и политические лидеры, рискуют принять неадекватные решения, о которых потом горько пожалеют. Третье затмение только усугубит ситуацию. Солнечное затмение будет 11 августа. Два солнечных затмения по краям Лунного, они энергетику растягивают. Будет распирать очень сознание людей, будет некая нервная напряженность. Существует еще один вид знамений, которого люди серьезно опасаются. Загадочные происшествия в церквях. Эзотерики считают, что это один из главных сигналов надвигающейся войны. Важный знак приближающейся катастрофы, когда иконы начинают мироточить. В православной церкви полагают, что далеко не каждый такой случай стоит принимать во внимание. Однако, когда иконы начинают мироточить по всей стране, это не может не насторожить. Например, в 1917 году было зафиксировано мироточение нескольких икон. Произошло 15 марта 1917 года. И сначала обильно замироточила икона Божьей Матери Державная в Коломенском, и затем начали мироточить иконы в других епархиях. В этот день произошло отречение царя Николая II от престола. И многие связывают это с будущей гибелью русского царя и его семьи, гибелью Российской империи, и предвестницей вот этих репрессий, гражданской войны, и многое чего произошло на территории России после 1917 года. Иконы мироточили и в 20-е годы перед началом Большого террора, и в 40-е перед Великой Отечественной войной. Не менее важный знак, считают специалисты, это самовозгорание икон. В 1979 году перед входом советского контингента в Афганистан произошло самовозгорание иконы Божьей Матери утешения погибших. И при этом икона сильно не пострадала, но при этом пламень был достаточно большой. И многие верующие люди связали этот инцидент самовозгорания с предвестием какого-то военного конфликта, войны, гибели русских людей. И действительно с 1979 года по 1989 год, 10 лет, проходила эта военная кампания с гибелью многих русских людей. И, наконец, один из самых страшных предвестников войны – пожар в храме. Об одном из таких случаев рассказывают французские средневековые летописи. Можем вспомнить 1337 год, когда в провинции Анжу произошел удар молнии в один из соборов монастыря Святого Франциска. И произошел пожар, кресты попадали с собора, с католического костела. И через несколько недель началась столетняя война между Францией и Англией. Нечто похожее произошло и в наше время. В России случилось ЧП, которое, по мнению исследователей, говорит о приближающейся катастрофе для всего мира. При 200-й мировой. Именно так восприняли случившийся в 2017 году в Казани пожар в храме всех религий. Как раз в это время США нанесли ракетный удар по Сирии. Конспирологи считают, это вовсе не совпадение. Россия. Казань. 10 апреля 2017 года. Загорается одна из главных современных достопримечательностей города. Храм всех религий. В пожаре погиб его смотритель. С точки зрения любой конфессии, это очень дурной знак. Когда горит храм, получается, что через эту точку Вселенная дает понять, что обязательно надо обратить внимание на этот знак. Это может быть предшественником катаклизмов, предшественником каких-то военных действий, предшественником нестабильности. Как отмечают исследователи, полноценной церковью храм всех религий не был. Скорее, это архитектурный символ. Музей разных конфессий, созданный известным российским эзотериком Эльдаром Хановым. Ни одна религиозная конфессия в нем не служит. То, что были созданы несколько помещений для буддистов, для мусульман, для католиков, православных протестантов. Есть даже специальный комплекс для инопланетной религии, для религии майя. То есть, ну, очень такие экзотические религии. И понятно, что ни одна традиционная религиозная конфессия не дала бы добро на службу в этой храме. Однако другие специалисты считают, не так важно, настоящий храм или нет. Главное, послание, которое хотели отправить человечеству высшие силы. Что самое интересное, незадолго до возгорания храма всех религий, США ударили ракетами по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. Якобы в ответ на информацию о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия. По мнению аналитиков, эта атака стала первым шагом к тому, чтобы превратить локальный сирийский конфликт в полноценную мировую войну. Поразительно, но о том, что именно в Сирии начнется Третья мировая, в свое время говорил и основатель храма всех религий Ильдар Ханов. Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. В этом уверены многие авторитетные эксперты. К конфликту между Израилем и Саудовской Аравией присоединятся Египет, Иран, Турция. А затем в войну будут втянуты Китай, США и Россия. О том, что Третья мировая может начаться в Сирии, предупреждала и знаменитая ясновидящая Ванга. Когда ее спросили, когда начнется Третья мировая война, она закричала, вы что, о чем вы говорите, Сирия еще не пала. Это были ее слова. Возможно, что как раз Сирия будет той точкой отправной, от которой и начнутся бедствия в мире. Это Третья мировая война, которая, возможно, перерастет в ядерную катастрофу для всей планеты. Сегодня политологи и военные эксперты называют несколько регионов, где может начаться новая мировая война. Это Сирия, граница Индии и Пакистана, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, Юго-Восток Украины и Корейский полуостров. Противостояние двух Корей тянется уже почти 70 лет. Сеул поддерживает Соединенные Штаты. Пхеньян, пусть и с определенными оговорками, Китай. Однако конфликт у двух военных сверхдержав на Корейском полуострове вряд ли когда-нибудь суждено случиться. Судя по всему, сами корейцы настойчиво движутся к заключению мирного договора. Ни Северная Корея, ни Южная не заинтересованы в войне. Они объективно заинтересованы в каком-то мирном, мирной конвергенции. Но все к этому идет. В этом году Пхеньян сделал важные шаги, чтобы наладить отношения с Юго. КНДР показательно уничтожила полигон для испытания ядерного оружия и сама предложила Америке обсудить противоречия во время переговоров. Лидер Северной Кореи переиграл многих. Я не ожидал от него такого шага. Но, судя по всему, он сначала проконсультировался с лидерами Китайской Народной Республики. Вот. И поняв, что экономический потенциал у него очень слабый, на производство новых видов уже ядерного оружия у него нет ни материальных, ни физических сил, он решил завязать отношения с Южной Кореей. Теоретически в мировую войну может перерасти вялотекущий конфликт двух ядерных держав Индии и Пакистана. Тут опять возникают интересы США и Китая. Америка давно претендует на роль партнера в отношениях с Индией. У Китая серьезные экономические интересы в Пакистане. Однако, по мнению экспертов, в этом случае открытое противостояние маловероятно. Пекин предпочитает, пока это возможно, избегать открытой конфронтации. Китай очень специфическую позицию занимает в мире, да, внешнеполитическую. Он, его нельзя назвать страной, которая стремится к войне, да. Но Китай осуществляет экспансию, экономическую экспансию, да, демографическую экспансию. Поэтому в случае любого конфликта вряд ли Китай встанет на сторону однозначно какой-то страны. Даже при всем, допустим, при всех антипатиях к Индии, вряд ли он поддержит Пакистан военным путем или даже военно-политическим. Интересы США и Китайской Народной Республики сталкиваются и в Южно-Китайском, и в Восточно-Китайском морях. Там располагаются спорные острова, на которые претендуют с одной стороны Китай, с другой различные азиатские страны, в числе которых Япония, Вьетнам и другие. Территориальные претензии этих государств поддерживают Соединенные Штаты. Впрочем, на самом деле, считают эксперты, Вашингтон пытается получить контроль над торговыми путями из Восточной Азии в Европу, которые проходят как раз по этим морям. С моей точки зрения, вот, вынимание Соединенных Штатов переключается на Дальний Восток, да, то есть в акваторию Тихого океана, поскольку именно здесь разворачивается основное противостояние ближайших лет. Следующая горячая точка, где чисто теоретически может вспыхнуть Третья мировая, это Донбасс. Здесь столкнулись геополитические интересы России и США. Бывший американский президент Барак Обама не скрывал, что Белый дом имел прямое отношение к перевороту в Киеве, который привел к полноценной гражданской войне. Им очень выгодно то, что происходит на Украине, потому что это выгодно постоянно, скажем так, создавать проблемы для России. И американцам очень выгодно вот эту ситуацию подпитывать, чтобы постоянно держать ситуацию в таком полутлеющем конфликте, чтобы каждый раз обвинить Россию в том, в чем хочется. И, наконец, самый запутанный конфликт – Сирийский. Здесь пересеклись геополитические и экономические интересы Израиля, Ирана, Турции, Евросоюза, России и, куда же без них, Соединенных Штатов Америки. Одним из сценариев развития Третьей мировой войны – это, прежде всего, Сирия, где сосредоточено огромное количество государств и группировок, которые там имеют свои интересы. Вот этот пестрый клубок, он постоянно меняется. Естественно, пока что все сдерживает ядерный щит ядерных держав и международное право. У каждого участника сирийского конфликта свои цели. Израиль, например, воюет с иранскими боевиками, поддерживающими сирийское правительство. Турция пытается разобраться с курдами – источником напряженности на своих южных границах. Россия же намерена сохранить территориальную целостность в Сирии. Сирия входит в круг стратегических интересов России. Россия заинтересована в направлении потоков нефти, в контроле за этими потоками, в страны Европы, в те области, где есть наши интересы. Насколько это эффективно, покажет время, потому что процесс это достаточно болезненный. Сложный и встречающий колоссальное противодействие, прежде всего, со стороны США. Роль Соединенных Штатов в сирийском конфликте, по мнению экспертов, заслуживает отдельного разговора. Считается, что Вашингтон принял непосредственное участие в создании главной террористической группировки в регионе, запрещенного в России исламского государства. Поддерживают они и других сирийских экстремистов. Тем самым, считают наши эксперты, Америка превратила вяло текущий локальный конфликт в полноценную мировую войну. Третья мировая война уже идет. Об этом заявил папа римский Франциск, выступая на траурной мессе в память о ветеранах Первой мировой. Понтифик сказал, что мир подталкивают к войне подстрекателей-террористов. Кого же он имел в виду? Невероятно, но факт. Многие эксперты согласны с Понтификом. Третья мировая война уже идет. Это война в Сирии. Смотрите далее. Какие страны еще вступят в сирийский конфликт? Чем больше стран, тем больше разгорается Третья мировая война. Ночь длинных томогавков. Что грозило миру 14 апреля 2018-го? Я уверен, на 100% были бы уничтожены носители. И вражда или мир? Что ждет Россию и Америку в 2018-м году? На отношения России и Америки влияют негативные процессы. Аналитики считают, что Третья мировая война идет уже много лет. Это война в Сирии, в которую с каждым годом ввязываются все новые страны. В него могут втянуться Саудовская Аравия, очень мощное государство. Соответственно, чем больше стран, тем больше разгорается Третья мировая война. То есть она не будет носить глобальный характер на территории всего земного шара. Она будет локальная, начавшись здесь, продолжившись там и носящая вот такой вот затяжной постоянный характер. Мы привыкли считать, что Третья мировая война, если она, не дай бог, случится, будет похожей на первую и вторую. Однако, по мнению экспертов, крупномасштабные сражения, многомиллионные жертвы и борьба до полного уничтожения соперника – все это в прошлом. На смену пришла другая война – гибридная. Гибридная война используется в самые разные способы. Будет пропаганда, будет финансовая война, будут теракты, межнациональные, межрелигиозные конфликты. Будут разного рода провокации, могут быть диверсии и так далее. В современном мире война по классическому сценарию сверхдержавам невыгодна. Гораздо проще добиваться своих целей, спонсируя террористов, устраивая цветные революции или ведя войну на информационном фронте. Яркий пример деятельности сирийской добровольческой организации «Белые каски». Ее сотрудники не раз распространяли доказательства применения правительственными войсками химического оружия. Но эти улики оказывались фальшивками. Это всякие подложные факты, подложные сведения, новости, комбинированные новости, фотошопы. То, что не существует в действительности, и рядовому пользователю, да и не только рядовому, проверить невозможно. Это позволяет в дальнейшем получать молчаливое одобрение большинства населения на развертывание военного присутствия, на развертывание военных операций. По словам политологов, несмотря на то, что многие страны имеют свою выгоду в сирийском конфликте, и Россия, и Иран, и Турция заинтересованы в его скорейшем завершении. А вот Америка, напротив, всеми силами старается его разжигать. Но зачем же дяде Сэму нужны новые жертвы? Эксперты считают, американцы пытаются сохранить свое мировое господство, заметно пошатнувшееся в 21 веке. Из тени всемогущего уже начинают выходить европейские страны. Зачем Германия постоянно поднимает вопрос о создании евроармии? Это выпад против США. Это попытка выйти из-под контроля, попытка выйти из протектората, потому что вы видите, Северный поток-2, американцы давят как могут на немецкое правительство, но госпожа Меркель начинает сопротивляться, потому что она понимает, что уже немецкий бизнес не выдерживает того беспрецедентного давления, которое оказывают американцы на европейский бизнес в целом. Кроме того, в новом тысячелетии Америку по многим экономическим показателям догнал и перегнал Китай, возвращает былые позиции и Россия. Единственный выход для Вашингтона в этой ситуации, считают эксперты, новая мировая война. Главная причина – это их экономическая ситуация, их экономическое положение. Дело в том, что мы знаем, что долг американский растет, банки требуют возврата. Помните такую поговорку? Я что, трус, что ли, для того, чтобы долги отдавать? А Америка ведет себя таким образом, что мы не трусы, чтобы отдавать долги. Наоборот, мы заинтересованы в создании такой ситуации, как это обычно называется, форс-мажорной ситуации, то есть какой-то большой войны, в результате которой можно обнулить наши долги. Известный американский финансист Джордж Сорос не раз заявлял, американская экономика выживет только в случае войны. Помимо того, что под шумок можно списать долги, появятся новые возможности для сбыта оружия, неразработанные месторождения природных ресурсов. Кроме того, победа в мировой войне даст возможность решать многие внешнеполитические вопросы с позиции силы. Америка должна просто продемонстрировать свою силу, свою победу в какой-то очередной глобальной войне, чтобы диктовать свои условия. Кому угодно, ну, например, тому же Китаю, России, Европе. После итогов этой мировой войны можно вообще пересмотреть условия всех договоров, какие существуют, не только финансовых. Ну, например, пересмотреть Ялтинские соглашения, да, и сказать, что отныне организация объединенных наций не будет существовать. То есть, если верить политологам, конфликт в Сирии будет длиться очень долго. В него втянутся новые страны. Его будут сопровождать теракты и диверсии. Возможно, локальные столкновения профессиональных военных из разных стран. Однако мир об этой мировой войне будет знать только из новостей. Безусловно, такой глобальный конфликт принесет жертвы. Однако их будет несоизмеримо меньше, чем в Первой мировой войне, не говоря уже о Второй. Получается, многочисленные знамения о грядущем страшном конфликте не более чем случайность. И не стоит обращать на них внимания. По словам специалистов, к сожалению, все не так просто. Гибридная война в любой момент может превратиться в полноценную. Для этого достаточно всего лишь одного случайного выстрела. Так несколько месяцев назад мир подошел к ядерному апокалипсису как никогда близко. Смотрите далее. Америка бьет первой. К чему мог привести ракетный удар по Сирии? Даже сейчас, когда вам рассказываю, у меня такая проходит на полном серьезе легкая дрожь. Нас этим не напугать. Почему в России не боятся небесных знамений? Если человек будет побороться, молиться, будет верен Богу, то Господь его сохранит и защитит. И мистика войны. Может, эта сама планета устраивает нам такой отбор? Если случится Третья мировая война, на планете выживет 600 миллионов человек. Сирия. 14 апреля 2018 года. Ровно в 4 часа по местному времени вооруженные силы США и их партнеры по коалиции Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по правительственным объектам. О возможности такого удара президент США объявил заранее. По словам Дональда Трампа, это ответ на применение сирийскими военными химического оружия. Хотя убедительных доказательств этому предоставлено не было. В ответ на это Москва заявила, если хоть один российский военный в Сирии погибнет, наши вооруженные силы дадут свой ответ. Если бы были нанесены удары ракетные по нашим военнослужащим в Сирии, то я уверен на 100% были бы уничтожены носители. А носители что? Это самолеты и авианосцы. Это... А что такое для штатов уничтоженный авианосец их? Ну, наверное, большего для войны предлога, даже причины и найти нет. Поэтому мы все находимся... Я даже сейчас, когда вам рассказываю, у меня такая проходит на полном серьезе легкая дрожь. На этот раз в том числе благодаря профессиональным действиям наших военных катастрофы удалось избежать. Но чего ждать в будущем, учитывая непоследовательность и вспыльчивость американского президента? Мы можем поражаться выдержке, прежде всего, российских военно-космических сил, российских ПВО, которые развернуты в Сирии в частности. Но где гарантия, что, допустим, выпустив 101 ракету, последний раз, то, что делали американцы по территории Сирии, а в следующий раз они ударят по российской военной базе. Например, промахнулся, условно говоря. По словам экспертов, также не стоит исключать возможность провокации. Предположим, некие экстремисты решат воспользоваться взрывоопасной ситуацией в мире и спровоцировать конфликт ядерных держав. Для этого достаточно похитить боеголовку и взорвать на территории одной из стран. Когда все разберутся, что произошло, возможно, будет уже поздно. Основные страны, ядерные державы, они имеют возможность, это называют, в Штатах это называется «мертвая рука». У нас тоже есть такая система, которая даже в случае вообще полного поражения обеспечивает уничтожение противника, то есть нанесение ударов ему независимости от даже желания и даже при отсутствии командования. Вот в чем вопрос. Это страшная вещь, о которой даже трудно рассуждать. Кроме того, серьезный конфликт могут развязать некоторые союзники сверхдержав, которые, судя по последним событиям, не очень понимают, какую ответственность могут иметь опрометчивые действия и слова политиков. Простой пример, вот украинская сторона. Господин Турчинов в свое время заявлял, что Украине надо иметь грязную бомбу. Знаете, что такое грязная бомба, да? Бомба, которая имеет радиоактивные элементы и может заражать большую территорию. Вот он об этом говорил, что было бы неплохо, и применить это потом, соответственно, понятно против кого. Что будет, случись полноценный конфликт между ядерными сверхдержавами? По мнению аналитиков, даже в первые минуты такой войны погибнут миллионы. Потери Америки в возможном ядерном конфликте будут катастрофическими. Американские исследователи подсчитали, только первый удар может уничтожить более ста городов, а жертвы среди населения составят около ста миллионов человек. А какие потери может понести Россия? Массированный ядерный удар по территории нашей страны также обернулся бы катастрофой. Казалось бы, Америка всегда вела достаточно агрессивную внешнюю политику и не чуралась в выгодных для нее военных конфликтов. Почему же именно сейчас риск того, что она втянет мир в глобальный конфликт, как никогда велик? По мнению специалистов, сейчас США проходят переломный момент своего развития. Белый дом стоит перед выбором. Или начать долгое и болезненное реформирование экономики, или же еще какое-то время поддерживать ее существование с помощью масштабного военного конфликта. Долго она функционировать не может. Мы видим эти кризисные явления. Поэтому я думаю, что там, может быть, в пределах 10 лет влияние ястребов будет минимизировано, если не случится война. И это будет связано как раз с перестройкой американской экономики. Придется искать другие рынки американцев, придется идти в Африку, придется идти в Америку, вкладывать туда инвестиции, зарабатывать деньги, их разрабатывают все. Без грабежа, да, но с нормальной организацией бизнеса. Некоторые эзотерики считают, что глобальные конфликты возникают не потому, что в них кто-то заинтересован. Это просто механизм перезагрузки. Его запускает сама планета, когда становится очевидно, что наша цивилизация развивается в неверном направлении. То есть Земля ради человеческого блага хочет существенно сократить его численность. На планете может перезайти скоро перезагрузка, может начаться Третья мировая война, которой, может быть, нас подталкивает природа для того, чтобы уменьшить количество населения. Ученые говорят, что если случится Третья мировая война, на планете выживет 600 миллионов человек и не больше. Остальные люди погибнут. Но можно ли как-нибудь повлиять на ход этого бесчеловечного механизма? Наши эксперты считают, что многое в наших руках. Ведь именно для этого нам и даны знамения от урожая огурцов до комет и метеоритов. Есть предпосылки, но это не значит, что событие будет. Конечно, когда все точки сходятся в одной, возможность варианта, она существует. Но в то же время я настаиваю на то, что мы можем влиять на ситуацию. Я не фаталист, я против этого. Уже 20 раз убеждалась, что не только один человек, а масса людей реально влияет на ситуацию. По словам эзотерика Таши Ункель, несмотря на то, что сейчас отношения между Россией и Америкой оставляют желать лучшего, числа и карты Таро говорят, шанс договориться и решить накопившиеся проблемы есть. Причем, возможно, это произойдет уже в ближайшее время. На отношения России и Америки влияют негативные процессы. Кто такой дьявол, если брать арканы Таро? Это силу, играющая на слабостях людей. Когда попытка манипулировать, что и происходит. Видите, как интересно? Влияние этого года, 15 плюс 2, это 17-й аркан, это звезда. В этом году есть шанс договориться. В прошлом году была ситуация гораздо сложнее. В этом году есть возможность на будущее заложить хорошие процессы, которые помогут гармонизации отношений России и Америки. В России к различного рода знаменем катастроф во все времена относились философски. Например, когда незадолго до начала блокады в небе появился крест, жители Ленинграда решили, что он символизирует не только серьезные испытания, но и то, что Господь не оставит их и не даст погибнуть. Поэтому, когда толкуются знамения, то здесь есть и момент, который указывает на то, что грядут определенные испытания и будет что-то, что может угрожать жизни, здоровью человека, но при этом и знак того, что если человек будет бороться, молиться, будет верен Богу, то Господь его сохранит и защитит. По словам эзотериков, политики, военные и сильные мира сего, которые принимают решения на государственном уровне, просто обязаны обращать внимание на знамения и делать из них правильные выводы. Всем же остальным остается только одно – надеяться на лучшее. Глобальные конфликты возникают помимо воли людей. Существует теория, что так срабатывает механизм перегрузки, который запускает сама планета. Однако, не все потеряно. Человечество может предотвратить новую мировую войну. Главное – вовремя узнать о надвигающейся угрозе. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok